Из Киева поехать в Измаил, я приходил к брату, как раз я в то время проповедовал о Марии. Настолько я затронул эту тему во всем православных храмах, даже католического, который удивился, сидя в лавре, и сказал, покажи мне Бога здесь. И когда сказав ему, он долго не выйдет, он ушел. И когда по всем храмам говорили о священном, как же вы говорите, что Мария Божья Матерь, если она моя сестра, ибо она на беседницу излилась, и родился от Духа Святого, который Господь упросил из нее. Также как же вы говорите, что она, вошняя Матерь, если 12 лет в храме трое суток говорил слово. Кому говорил? Священникам. И никого не увидел из них священников. Он видит свиньи, ибо после этого он сказал, не сыпьте бисер свиньям, не сыпьте их, чтобы не побили вас. Ибо священники распяли его. И что же происходит? Приходит Мария и Иосиф, не написано папа-мама, Мария и Иосиф написано. И заходит, и говорит, чадо, вот отец вот я, что-то он не встал, не обнял, не покался, а на бронь говорит, разве вы не знаете, что должен быть в доме отца? Как? Отца? Мох мой отец? Кто? Как вы можете быть моими родителями? И в последний день священники ожесточаются. И в последний день я говорю, Господи, расположи их не сердца, вложи моё слово, моё слово своё скажи, чтобы не ожесточились их не сердца. Но на бронь ожесточаются. Зачем? Ради бизнеса, ради денег, ради своего жаления. Они не хотят выступления, не хотят, ой, 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 как мне жалко. И пришлось оставить это место на какое-то время. Себо, когда Влад тут пришёл, он видел, что моё состояние, на такое состояние было, что я не верю, что я выйду из Кима. Я просто не подозревал, что я могу выйти из Кима. Ну, даже пришлось постричься, побыться. Ты, брат, когда меня увидел, ой-ой-ой-ой. Я в Кима поехал потихоньку в свою глубокую стройку, приехал туда трое суток, трое суток. Вот где то, что у меня грезь, вот, сзади этот ливень стоит. Владыка, зачем ты меня привёл в это место? Река не замёс, слава, все люди попадут. И тут баптистов, которые меня год назад знали, захожу. Говорю слово, песни пою, вечером девушка одна. Есть что-то есть? Я говорю, Бог усполит, калаву ты что отдала. Я говорю, слава Богу, слышит, слышит. Другой говорит, есть теперь на что-то? Я говорю, Бог усполит. И все разошлись, я иду опять возле этого костра. Греюсь, греюсь опять, это твень. Через месяц его не стал, выкинули. Убрали, убрали, убрали. И вот, слава Богу, я среди вас. Все, слава Богу, да. Ой-ой-ой. Они безборда даже не представляют, даже.